Всем привет! Вообще Тайм Триал делает очень много лодок. Байдарки, речные большие каботы, снова байдарки, пакрафты, у банана это не лодка, но тоже плавсредство. Рафты. Ой-ой-ой, батуты огромные надувные. И в первый раз мы сделали стандартную рыболовную лодку. Вот она, и сейчас мы ее поедем испытывать. Длина 350, ширина где-то около метра 60, надувное дно высокого давления. Посмотрим, как она будет вести себя на воде. Всего 35600, это с двумя банками, с веслами. В общем, полный комплект. А как на ней стоять? Да не дыши. А? Да не стоять, зашиви. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Надувное дно высокого давления позволяет легко ловить рыбу из лодки стоя. Но более жестко, чем надувное дно низкого давления, поэтому стоять гораздо комфортнее, чем на НДНД. Рыба не клюет. Клевала бы рыба на испытаниях лодки, это был бы вообще праздник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Офигенная лодка. Будем такие лодки делать. Мне понравилось. Надо только чуть-чуть доработать, чтобы более стабильный был выход на глиз. Но это очень просто, но это очень просто там интерцепторы уголок. А так лодка вообще здорово. Идет быстро, ровненько. Хорошая лодка. Вот такая вот лодочка. Ключевые особенности. Днище из аэрдека. Причем в носовой части аэрдек немного килеватый. Это позволяет немного лучше проходить волну. Хотя, в принципе, лодка плоскодонная. Лодочка длиной 3,50 кг. Кокпит шириной 660 кг. Транец из 27-й фанеры водостойкой. Все сделано грамотно, все сделано правильно. Масса всей лодки с банками, веслами 35,5 кг. Надо будет отдельно взвесить лодку без банок. Но я подозреваю, что это будет где-то около 28 кг. Лодка сделана плоскодонная для того, чтобы можно было ловить стоя спиннингом. Интересная особенность. Надувное днище, оно съемное. Оно заходит в специальную нишу под транец. И этим достигается максимальная фиксация вставного днища, которое не вклеено в лодку. Может, конечно, между днищем и баллоном попасть мусор, хотя щель там плотно вообще при надутом днище закрыта. Но это решается очень просто, поскольку днище легко вынимается. Мы вынимаем это днище, вычищаем весь мусор, ставим его обратно, и все готово. На это уйдет не более 3-4 минут. Вот так лодочка выглядит снизу. Как видно, в носовой части задана небольшая килеватость. Это помогает проходить волну. Хотя лодка на самом деле плоскодонная. Сзади установлен интерцептор, но когда его ставили, не задали ему отрицательный угол. Поэтому он фактически сейчас не работал. Получался как раз ровный сход водяного потока, но отклонения воды в этом направлении не было. И поэтому в одного человека при выходе на глис лодка задирала нос. Если здесь будет задан чуть больше угол, будет все замечательно. И этот угол мы поправим в ближайшее время. Сегодня ходили под мотором Suzuki 9.9 раздушенным. Я считаю, что для такой лодки это в принципе максимум. А идеально она себя покажет на моторах 9.8. Например, Тахатсу 9.8 на нее встанет идеально. Поставим кое-какое дополнительное оборудование. Вот здесь, например, не завязан леер. И не стоит привал-водоотбойник. Те, кто заказывают легкие лодки, они часто отказываются от привала, потому что привал на такую лодку добавит к ее весу 3 килограмма. В общем, вот такая замечательная лодочка. Спасибо ассистентам. Рационально расположенные клапаны позволяют сворачивать лодку от транса до носа, автоматически выдавливая из нее воздух. Прочнейшее фирменное кольцо на носу. Само надувное дно весит немного, около 6 килограммов. Поэтому, если хочется из общего переносимого веса убрать 6 килограммов, достаете донышко, а потом за минуту его ставите на место. Донышко всегда встает однообразно, потому что для него сделаны ниши и ограничители, так что перепутать что-либо невозможно. И собрать как-то не так. С вами был Андрей Санар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, пофиг что, что-нибудь доставьте. Оставляйте комментарии. О, кстати, о комментариях. Мы не знаем, как назвать эту лодку. Вот пишите в комментариях, как ее назвать. У Тайм Триала всегда все лодки имеют имена собственные, поэтому мы не назовем ее там Тайм Триал 350. Ей должно быть присвоено ее собственное название. И мы пока не знаем, как ее назвать. Пишите в комментариях ваши предложения, как назвать эту лодку. Все. Всем пока. С вами был Андрей Санар. И не хвостанье чешуи рыбакам. Обязательно. Пока. И уникальное свойство надувного днища высокого давления это использование его отдельно от лодки в качестве, ну, например, матраса. На обычной лодке с НДНТ вы так сделать не сможете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok